здравствуйте продолжаем практику пока все еще в том же ключе как мы делали у нас есть четыре три основных канала восприятия тело когда говорю тело то это и форма и все ощущения которые у нас есть в этой форме и дыхание весь это такое телесное телесное переживание все такое слух мы открываемся слух стараемся просто замечать что слух сам собой происходит нам не нужно делать усилия нам нужно хватать звуки просто можем слышать и слушать открываться именно к слушанию зрение если вам это удобно некоторым людям удобно закрытыми глазами сидеть кому-то приоткрытым или открытым этом решайте сами мы распределяем свое внимание между этими каналами здесь важное такое качество без усиленности или точнее без такого гиперусилия то есть все что мы замечаем оно уже само собой происходит слух сам слышит тело сидит ощущение возникает исчезает и вот мы просто можем себя обязательно в это отпускать в это происходящее само собой с минимальными нашими усилиями единственное что нам нужно это возвращаться в присутствие вот мы это осознаем и чувствуем мы здесь окей ну что же давайте начнем самым обнаружение своего состояния как она сейчас также состояние какой-то уже есть мы просто можем с ним соприкоснуться побыть с ним немного чувствую его как дышится какой теле какое общее состояние настроение сейчас по звуку гонга мы пересечем пространство нашей практики и уже будем двигаться внутри него начнем с формы определение своего положения телесного если нужно поправим эту форму как сядемся еще более устойчиво стабильно тем какое-то время уделим внешнему пространству просто осмотрим вся на струк осмотримся в нем напоминая себе через этот взгляд что мы здесь через соприкосновение с какими-то объектами ближе ближе дальше выше ниже пространство трехмерно можем это замечать пока вы так вот осматриваетесь предлагаю тоже заметить делает ли это что-то с вами может быть едва заметно когда входите в больший контакт тем местом где вы есть потом можем посмотреть перед собой отпускаю взгляд позволяем расфокусироваться вспоминаю что пространство есть над нами по бокам сзади со всех сторон а под нами есть опора который можем чувствовать вот мы сидим здесь час в этом месте в этот момент можем позволить глазам закрыться замечаю что меняется при закрывании глаз какой опыт начинает приходить можно вздохнуть несколько раз поглубже отпускаю выдох как каждый такой вот вдох и выдох как вздох облегчения когда мы вздыхаем потом долгий-долгий выдох спускающий мягкий и в какой-то момент приведем внимание таз в точке опоры почувствуем контакт с опорой побудем немножко с этим ощущением затем вырастим вверх вниманием до макушки как будто подвешиваем макушку и тапливая слегка подбородок горло опять чувствую разницу что это вытягивание с нами делает все тело стекает вниз только макушка мягко растет вверх как дышится сейчас какие еще ощущения возникают потом соединим вместе вниманием макушку и таз можем покачаться немного вперед-назад из стороны в сторону всем корпусом поискать это чувство вертикальной оси где она действительно вертикально найдя ее соберем все вместе тяжелый таз вертикальная ось макушка устремлен наверх дыхание движется тело и же живот можем отпустить предлагаем участвует дыхание чуть больше этот процесс постепенного усаживания в укоренение в позе можем замечать делает ли он что-то с нами нашим общим состоянием мгновение за мгновением затем если вы следуете этому ритуалу мы можем положить одну руку на грудь другую на живот почувствовать этот контакт может вздыхать немножко поглубже обратиться к ощущениям соприкосновения руки тела чувство дыхания может быть тепло возникает может быть еще какие-то ощущения есть затем можем снова задаться вопросом зачем мы здесь обратиться к своей мотивации к практике слушаясь в нее этот зов если какие-то ответы приходят можем посвятить практику сегодняшнюю чему-то значимому имеющему смысл для вас если вы это делаете посвящение подкликается ли отражается ли как-то это у вас в вашем состоянии влияет ли на него затем можем положить руки удобно еще раз вернуться общей форме а с вертикальной ось макушку стрем наверх точнее подвешен слегка подбородок утапливается много живот мы отпускаем руки лежат спокойно каждый раз собираясь в этой форме можем приходить большему присутствие чувство присутствие мы здесь дыхание движется здесь же давайте пройдем по отдельным участкам замечаю что у них меняется пока мы наполняем их вниманием глаза мышцы округ глаз пространство за глазами нижняя челюсть и отпустить позволить повиснуть зубом рожаться влияет ли это на дыхание язык квартал как он себя чувствует и лица лица кожу мышцы И затем затылок, шеи, плечи Плечи могут потечь вниз Когда голова, макушка подвешена Как будто бы за ниточку подвешена Подбородок слегка утапливается в горло А плечи стекают вниз За весом рук Можем чувствовать дыхание здесь же Плечи немного движутся Руки лежат спокойно Вес рук, чувство опоры в них Рождающиеся спокойствие Просто от того, что они лежат вот так Опираются И затем спина Дыхание в спине Как спина движется Каждым вдохом и выдохом И с каждым выдохом Лишние напряжения могут просто стекать вниз По спине Вся грудная клетка Ее движение Движение ребер Передней стенки Спины Все вместе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Солнечное сплетение Живот Всякий раз, приходя к животу Можем отпускать чуть больше Замечайте, что он втягивается Немного отпускайте его Примежность ягодицы Еще раз, чувство опоры Плотность контакта с опорой Чувство веса Которые мы тоже можем отпускать Все больше и больше Ноги от изобедра Суставов к стопам Затем снова Все тело Как единое целое Это форма В которой мы сидим Можем наполнить эту форму С собой Своим присутствием Расположиться в ней При этом дыхание течет здесь же И можем быть со своим дыханием Так как оно есть Давайте возьмем один дыхательный цикл Как отрезок времени С которым можем быть Чувствовать его Разжевать его У нас есть это Чувство тела Присутствие в теле Можем одновременно чувствовать Форму Которая держит Нас в этой позе При этом Все изменения Мгновение за мгновением Ощущения меняются Текут Меняются Движение дыхания Можем замечать Что все это происходит Само собой С минимальными Нашими усилиями Можем себя отпускать В это Просто присутствие с телом Как оно есть С дыханием Как оно есть Затем Затем Вспомним о слушании Отпуская себя В слушании Оно тоже уже есть Мы слышим Это происходит само собой Без усилий Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Конец зрения Если вы хотите Если вам это удобно Можем приоткрыть глаза Вот ту ширину Которая вам удобно Отпускать зрение Позволяя ему Как-то расслабляться Расфокусироваться То есть Три канала восприятия Могут стать Таким Пространством Восприятия В котором Все возникает И уходит Внешнее Внутреннее Что движется Сквозь наше восприятие Сквозь это пространство Восприятия Мысли Если будут приходить Они тоже движутся Сквозь это пространство Если вы будете Замечать Что увлеклись мыслью Просто возвращайтесь К этому переживанию Вижу, слышу, чувствую Дышу Время-то Ремни будет звучать Гонг Олку Напоминаю нам Присутствие Пробуждение Присутствие Можем слушать Как он Затухает Утихает А мы продолжаем Сидеть и слушать Давайте так посидим Аминь Аминь Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Можем сказать им спасибо За какие-то участки пути Которые мы прошли вместе Мы сможем повспоминать своих учителей Кого вы считаете учителями Благодарить их Тех, с кем вы встречались лично Тех, кто пришли через книги, может быть Своими словами Тех, кто вдохновил вас Просто своим образом жизнью Тех людей, кто повлиял на вас В какую-то лучшую сторону Тех, кто Если вам захочется поблагодарить еще кого-то Или что-то, что я не упомянул Кого я не упомянул Можем это сделать Может быть поблагодарить Что у нас есть В жизни Какие-то простые вещи У нас есть воздух, вода, еда Крыш над головой, постель Не всегда и не у всех Это есть Прямо сейчас Была история Человечества У нас есть Мы можем напомнить себя об этом Можем поблагодарить У нас есть интернет Можем связываться Друг с другом Через него Наконец я предлагаю Поблагодарить сам наш путь Который у нас всегда есть Который мы всегда можем вернуться Если отклонились от него Путь воплощения чего-то важного Значимого У нас есть какой-то зов Рассказываю спасибо Этой возможности Идти по пути Наконец поблагодарить себя Человека, идущего по этому пути Возвращающегося на него Откликающегося на зов Хорошо И можем взять из сегодняшней практики Все, что захочется взять из нее В сегодняшний день Воплощать в этом дне Что-то лучшее Гладить по животу Другим частям Растереть Это может быть помять Протянуться Раскрываясь Всем телом Глядимся по сторонам Как пространство Где вы сейчас находитесь Видится Изменился ли ваш взгляд Хотя бы чуть-чуть С начала практики И как вы себя чувствуете в целом Еще раз можем Спросить себя об этом И по звуку гонга Закроем это пространство Завершим Десять минут Посвятим творческому отклику Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 давайте продолжим разговор план у меня такой я хочу досказать вот про 5 сканг всю эту схему и самое главное как это применительно к нашей практике почему наша созерцательная практика связана как она связана с этим 5 сканг вот если у нас останется время после этой моей лекции мы счет обсудим в диалоге если не останется у нас принципе завтра воскресенье и в наших этих ретритах наших сложилась такая традиция что по воскресенье мы как бы собираем опыт всей недели всего уже прошедшего ретрита вот у нас завтра будет неделя это очередно нового ретрита вот и тогда уже поговорим подробнее обо всех темах которых мы касались за эту неделю окей давайте я напомню вот эти пять сканг вот я ввел на экран значит у нас есть форма трупа тела и другие формы банально освещение веда на представление санджня опыт склонность состояние привычки сознание восприятие и что это такое вот как я уже говорил так некоторая карта который предлагает он предложил по легенде там будда но соответственно дальше буддизм это использует как одну из основных карт для исследования себя то есть куда нам направлять внимание с мы как бы условно очень разделили себя вот на такие части такие структуры и стараемся наблюдать что в них происходит замечать что в них происходит зачем чтобы не быть ими обусловлены обусловленными тотально то есть просто эта идея состоит в том что вот мы обусловленные существа мы живые существа и все живые существа так или иначе обусловлены но более вот этими определенными качествами, в зависимости от своего развития сознания, так сказать, развитости, у них может быть в большей степени включено или меньше. Но вот у нас, у людей, кажется, эти все пять качеств есть, мы их можем обнаруживать в себе. Но напомню, что вот какая моя идея, вчера я высказывал, что каждая карта, она нужна для чего-то, для определенного маршрута путешествия. У маршрута путешествия есть свои задачи. Наша задача здесь освобождаться от того, что буддизм называется дукха, то есть специфического вида страдания, который возникает как раз из этой обусловленности, захваченностью определенными состояниями, которые нас сужают лишь до режима выживания живого существа. И это причиняет нам уже как людям, как существам какого-то другого, наверное, порядка все-таки, чем прочие животные, страдания дополнительные, которые, кажется, у животных, его, кажется, нет. Вот. И я хочу сейчас обратиться сначала к этой схеме, потому что, мне кажется, она очень важна именно в практическом смысле. То есть, что, опять же, предлагает буддизм, как посмотреть на восприятие, что у нас есть орган восприятия. Понятно, что орган не сам по себе, он связан со всей нервной системой, с мозгом, все это устройство. То есть, глаз — это просто такой внешний орган всего восприятия зрительного. Но вот этот глаз, он касается объекта, и дальше уже в нашем сознании возникает это сознание зрения, то есть сознание объекта. Почему важна эта идея вообще? Потому что у нас как-то по умолчанию, ну, я не побоюсь обобщения, по умолчанию мы рассматриваем мир, видя его как объективный. То есть мир, состоящий из объектов, в нем есть вот разный объект. Вот я сейчас держу чашку, я ее воспринимаю как объективный предмет. Ну, то есть независимый от меня, просто существующий сам по себе. Куда бы я ни посмотрел, небо, оно существует само по себе, само стена, стол, компьютер, вы в компьютере сидите. Мы все существуем сами по себе, как бы как объекты, но это не так. Это не так. И вот, собственно, буддизм, он как бы предлагает нам посмотреть на это, что это не так. Увидеть это, распознать, что в каждом момент времени, когда я смотрю на какой-то объект, это я смотрю на него, и это я вижу. То есть я не могу себя как субъекта из этой картины удалить. Это всегда я вижу объект. И дальше у нас... То есть если мы... Так, сейчас... У меня опять начинает застревать это. Если мы посмотрим на все остальные каналы восприятия, то у нас создается такая вот картина. Вот здесь уже на этой схеме у нас есть пять каналов восприятия, направленных вовне, так сказать. Вот я вижу чашку, у меня возникает сознание этого объекта. Я могу понюхать, у меня возникает сознание обоняния. Могу попробовать на вкус. Сознание вкуса. Стучу по чашке, сознание слуха. Я чувствую руками, сознание осязания. То есть вот это все мои ощущения, мое видение, мое слышание. И что важно, буддизм выделяет еще шестой канал восприятия, сознание-сознание. То есть, когда, скажем, я чашку отставляю и просто ее представляю себе, вспоминаю о ней, то точно так же, как я касался ее физически, я видел, слышал, чувствовал, точно так же я могу осознать, почувствовать, как бы, почувствовать, услышать, увидеть свою мысль о ней, о чашке. Это важная концепция такая, важная карта, которая важна практически именно. Потому что она может формировать определенное отношение к жизни. Что в чем вот проблема-то? Что почему эти пять скандых важны для нас могут быть? Потому что мы не просто так с этими объектами взаимодействуем. То есть, они не нейтральны для нас. Они всегда имеют какое-то значение для нас. И значение, опять же, в каком контексте? В контексте выживания. Дальше вот мы давайте опять пройдем по этим по этим так как у меня все время ну окей, вот так нет. это программа показывания картинок что-то с зубом не очень коннектится. Хорошо, давайте я без картинок просто покажу на предметах. Вот есть эта чашка и она не просто так чашка, опять же, она не нейтральная для меня. Я ее выделяю как нужный, хороший для меня объект. То есть, тогда получается, что и вот есть форма, появляется форма в моем восприятии и к этой форме сразу же у меня есть отношение приятно, нейтрально, неприятно. То есть, форма и вот то, что называется ведано, мое переживание, оно неотделимо друг от друга. Я все время, куда бы я ни посмотрел, я вижу формы, наделенные для меня определенными качествами. Например, я вот сейчас смотрю на небо, оно голубого цвета, голубой цвет мне нравится. Я запрограммировал на то, чтобы мне вот такое небо нравилось. Если бы сейчас были какие-то нависающие тучи, скорее всего, у меня было другое отношение к этому. Соответственно, вот важный такой момент, что никогда мы не смотрим нейтрально на мир. Мы все время с ним соотносимся. И тогда важно, из какого модуса мы соотносимся. Если из модуса выживания, тогда этот мир весь, все время он для меня какой-то, он для меня приятный или неприятный, или нейтральный. И это обусловленность, на которую указывает буддизм. А в чем здесь проблема, что как бы я тогда делаю, во-первых, себя центром Вселенной, а это просто не так. И тогда все начинаю оценивать только, ну вот, такой, из такой, можно сказать, эгоистической позиции, что все тут для меня, и я не вижу ничего как бы помимо этого. То есть, например, все нейтральное, оно становится, как бы, я его игнорирую, потому что нет яркого сигнала для меня. Вот. Ну вот, я все-таки, вроде бы, мне сейчас, наверное, получится продемонстрировать. Вот появляется этот объект, и дальше вот эти картинки, которые я показывал, вот здесь явно, опять же, если вы любите клубнику, как люблю ее я, то у нас появляется явное предпочтение, явный приятный акцент, и тогда желание сразу из него возникает, желание это съесть. Вот здесь очень важно, опять же, что веданное, опять же, не просто так, я почувствовал приятное, и все. Я тут же хочу это употребить, я тут же хочу это схватить, я тут же хочу это сделать своим, присвоить это, делать своим, съесть это. Вот этот автоматизм здесь является проблемой некоторой, потому что, вот вчера мы об этом говорили, что если у меня нет осознания этого, нет тормозов в этом, нет ничего-то другого, тогда я автомат этого, и тогда не всякая клубника мне полезна, не всякая сладкая мне полезна. Очень часто бывает то, что привлекательно не полезно, особенно если нет тормозов, особенно если я не могу остановиться в этом, особенно если это драйвит меня, тащит как бы сильно, из-за этого возникают всевозможные зависимости, наркотические, прочие, игровые, там еще какие-то. Вот, ну и обратная ситуация, соответственно, вот если вы не любите тараканов так же, как я их не люблю, то это вызывает отвращение, и опять же, автоматическое отвращение, проблема в этом автоматизме, что как только я вижу это существо, у меня сразу возникает это отвращение, и что я тогда делаю? Тогда меня это ведет каким-то действием, например, стремлюсь это немедленно убить. Знаете, я просто вспоминаю случай на одном из своих первых ретритов медитативных, таких долгих по випассане, там же как-то все очень обостряется, ну и вообще вот эта осознанность становится такое, вырастает, так сказать, и мы начинаем замечать более тонкие состояния, вообще проявления состояния, мы их просто начинаем замечать, мы становимся менее автоматичными. И вот понятно, что там летом комаров много, и вот я помню, что я сижу, медитирую, уже какой-то там день, это випассаны, не первый, такое у меня состояние чувствительное, раскрытое, и садится этот комар, и я чувствую, как у меня возникает этот импульс, ну вот его просто вот, ну, прихлопнуть, но как этот импульс происходит? я замечаю, что я начинаю ненавидеть этого комара, вот в моем сознании, в моем уме возникает эта ненависть к этому существу, и ну, я тогда его, в общем-то, не убил, я его отогнал, но даже если бы убил, это можно сделать очень по-разному, вот здесь проблема, на которую указывает, это вот сама эта ненависть, которая меня захватывает, вот этот комар сел на меня, и вот как мы обычно убиваем всех комаров, которые нас кусают, с такой силой, что мы могли бы вообще прихлопнуть всех комаров в округе, и вот это само чувство, само переживание, этой захваченностью, вот этим отвращением, которое порождает эту ненависть, вот оно проблематично, ну, потому что если я автомат этого, то оно тогда распространяется на очень многие факторы жизни, ну, там, не знаю, бог с ними, с комарами, но мы можем точно так же относиться к другим людям, к каким-то событиям, и что еще важно, к самим себе и к своим каким-то частям внутренним, потому что вот эта проблема, на которую, ну, вот, собственно, когда мы говорим о сейчас где-то, нет, когда мы указываем вот на эту вот схему, то тут получается, что у глаза есть отношение к внешнему объекту, и, соответственно, если это приятный объект, то вот я его хочу немедленно съесть, если это неприятный объект, я хочу его немедленно убить, но ведь то же самое, если мы говорим о внутреннем, то есть это сознание и зрение, но когда мы говорим сознание и сознание, ведь то же самое, когда у меня появляется какое-то состояние, которое я переживаю, как, например, плохое какое-то, ну, тут, например, даже вот тут парадокс какой, вот, сел на меня комар, я испытал к нему ненависть, которая, значит, влечет меня к этому убийству немедленному, но при этом я могу вот тут такой вот у меня может трюк возникнуть в этой же, например, медитативной практике, что я начну ненавидеть свою ненависть к комару, то есть получается, что есть внешний объект, мой контакт с ним, мое отношение к нему, с ним, мое желание по отношению к нему, что-то сделать с ним, чувство по отношению к нему, но тут же у меня есть, собственно, уже это чувство внутреннее, вот эта ненависть, мысль, чувство, которым я тоже касаюсь, с которым я тоже контактирую, и у меня тоже по отношению к нему возникает определенное отношение, например, ненависть по отношению к своей ненависти, отвращение по отношению к своему отвращению, отвращение по отношению к своему желанию, и вот это не меньшая проблема, потому что возникает внутри внутренний раздор, внутренний раздрай, такая вот внутренняя война самим собой, с этими переживаниями, которые у нас возникают, и ну и вот что же делать, куда бедному крестьянину податься-то? Вот, давайте еще раз я пройду по всем пяти скандхам, значит, у нас есть, появляется объект внешний или внутренний, контакт с этим объектом, внимание, в этом внимание у нас есть сразу же определение, приятное, это нейтральное или неприятное, следующий пункт это санджня, это вот возникновение самого образа, потому что я не только беру чашку как впервые, я беру чашку, как я их брал миллион раз за свою жизнь, то есть у меня этот опыт, который есть сейчас, он сравнивается моментально, мгновенно, он сравнивается с опытом всех моих переживаний чашек, там моя встреча с комаром, она тоже не впервые происходит, у меня их было много за свою жизнь, я их уже возненавидел как вид, не просто вот этого конкретного комара, который меня сейчас кусает, я ненавижу весь этот вид комаров, у меня есть такое обобщение про тараканов, про клубнику, про все, у меня есть свои обобщения, все время этот опыт, он вот возникает, и тут тогда мы переходим к следующему пункту санскара называется четвертая скандха, это вот привычки, это навыки, то, чему мы научились сильно по жизни, и эти привычки уходят не только в нашу, они не останавливаются в нашей жизни, они уходят к нашим предкам, то, что было передано генетически, ну, и выучено с помощью культуры, языка, воспитания, всего-всего-всего, вот, у меня определенное отношение к комарам, оно возникает из всего этого, отношение моих предков, которых действительно, там, может быть, умирали от малярии постоянно, и комар это их злейший враг, и мой, соответственно, моего опыта боли в связи с этими комарами, которые кусают, чешутся от них потом, вот здесь очень важно понимать, что комар не становится хорошим для нас, он плохой для нас, он вредный, вопрос лишь как я действую, из какого места я действую, потому что ведь и убить можно по-разному, вот, можно убить и с этой захваченности ненавистью, когда я сам, в общем-то, отравлен ненавистью, мое сознание отравлено этим чувством, почему они, в чем буддизме мы говорим, что это трияда, жадность, ненависть и неведение, потому что мы переживаем это вот, ненависть, это ведь чувство такое отравляющее, ну, неприятное, оно же само по себе вот, токсичное, так сказать, и поэтому я могу убить комара из другого переживания, из другого состояния, да, из необходимости его убить, ну, может быть, в какой-то ситуации убивать не надо, может быть, как-то предпринять какие-то усилия, чтобы вот его там отогнать и предотвратить, чтобы он там прилетал ко мне, побрызгаться чем-то и так далее. То есть вопрос не в самом действии, а вопрос в том, что ему предшествует, что нас ведет к действию, ведет ли нас состояние от этой захваченности или какой-то более такой сознательный выбор, более открытый, более, ну, вот открытый здесь, наверное, хороший, хороший, как сказать, указатель на качество, да, когда мы захвачены состоянием, там, ненависти, например, то мы закрыты в нем, мы сужены в нем, оно нас вот тащит в себе. Если мы осознаем, у нас появляется больше как бы простора и, соответственно, больше выбора убивать или не убивать, как убить, что сделать, можно ли причинить меньше вреда и так далее. Вот поэтому здесь это непосредственно связано, вот эта осознанность наша непосредственно связана с этикой, потому что этика предполагает выбор из какой-то другой точки, не из жадности и ненависти. Ну вот, значит, у нас есть форма рупа ведана, санжня, как это возникает, есть санскары, это наши привычки, ну, чему мы научились вот к тому моменту, как мы делаем какой-то выбор, делаем какое-то действие. И, наконец, вот пятое, на чем я вчера, до чего я вчера не дошел. Это называется ведняна, и это сознание, но, часто это переводят как сознание, но это в смысле восприятие. И мы здесь снова можем вернуться к этой вот картинке, как возникает у нас сознание чего-либо. Вот здесь это как раз ведняна. Глаз контактирует с объектом, возникает это сознание зрения. И ведняна, она важна именно в практическом смысле. Вот когда у меня появляется объект внешний, то я его воспринимаю как бы сначала пассивно, я еще ничего не делаю. вот я смотрю на него, просто глаз распознает взгляд, распознает сознание зрения, распознает эту форму, распознает какие-то оттенки, распознает вот этот объект как таковой. То есть я еще с ним ничего не делаю. Да, как я уже говорил, у меня в сознании уже заложено определенное к нему отношение, приятно, нейтрально, неприятно, моя история связана с ним, вот эти все четыре предшествующие скандхи, они здесь же. Это все есть. Но в целом, если я осознаю просто возникновение этого объекта и пока ничего не делаю, то это довольно ну какая-то такая пассивная пассивное восприятие. В смысле, что в нем нет действия еще, да, я просто вижу, я просто точно так же звуковой объект я просто слышу. тактильный объект, я просто чувствую. Ну вот дальше, если мы перейдем к сознанию, сознание, вот здесь возникают проблемы, потому что проблема, на которую, собственно, указывает буддизм через эти пять скандх, это проблема отождествления, с чем я отождествлен, с кем я себя считаю, вот, кто я такой. и вот если глаз воспринимает чашку, там, любой объект, так вот в начале, просто, как бы, более пассивно, то есть еще не делает, то есть сам глаз ничего не делает с чашкой, то, когда мы воспринимаем свою мысль, вот не зря я говорю свою мысль, когда я воспринимаю чашку, я воспринимаю чашку, она там, когда я воспринимаю мысль, мысль где? Мысль у меня, мысль моя, у меня есть чувство, что я породил мысль, у меня есть переживание, что я породил какое-то чувство, потому что оно принадлежит мне, оно вот там, вот за этой кожей, чашка, мне еще предстоит с ней что-то сделать, она как бы внешняя по отношению ко мне, мысль, чувство, состояние внутреннее по отношению к моему восприятию. И тут возникает проблема вот этого отождествления, такой, какой-то парадокс такой, противоречие внутреннее, потому что с одной стороны у меня есть чувство, что это ведь я думаю, это ведь я чувствую, значит, я как бы порождаю эти мысли и чувства, я за них ответственен вот за то, что они появились просто, но вопрос большой, который ставит буддизм, так ли это мысль как появляется вот я ее прям вот решил подумать и подумал или большинство мыслей они как-то так сами собой появляются вот мы мы же все это видим осознаем в нашей медитации, да, мы сидим мы говорим окей, буду сейчас наблюдать свое дыхание думать не буду ни про что ни про прошлое ни про будущее буду наблюдать задание такое даю себе буду наблюдать дыхание и через сколько секунд у вас появятся мысли о чем-нибудь вот о чем угодно иногда каких-то совершенно далеких посторонних вещах непонятно почему как эта мысль залетела иногда что-то насущное конкретное там да какая-нибудь тревога что-то вот сейчас буду делать или какая-нибудь обида из прошлого или что еще вот что-то недавно произошло но все равно я этого не хотел этого не заказывал оно как бы появляется в сознании это важная такая практическая позиция которую буддизм предлагает во-первых позиция просто такая исследовательская вот посмотреть честно это я прям вот силой воли какой-то своим выбором порождаю мысль я ее рождаю или чувство или состояние или в моем субъективном опыте они действительно просто сами возникают откуда-то из вот этого конгломерата который я называю собой да они конечно отсюда возникают но есть ли у меня чувство что я это выбираю делать я это делаю думать вот так или не думать вот очень часто нет вот сейчас когда я говорю я говорю направленно так сказать у меня есть задача я говорю на определенную тему да я как бы в большей степени порождаю эту речь ну а речь соответственно это мысль да это связано с мышлением но даже здесь каждое слово я вот его каждое прям подбираю нет я бы как сороконожка тогда знаете сороконожка задумалась как она ходит и у нее что-то сломалось то есть сороконожка просто идет сама по себе да есть это чувство потока вот точно так же мы когда мы говорим вот когда я сейчас говорю когда каждый из нас говорит у нас есть чувство потока движения да мы как-то лавируем в этом мы действительно стараемся направлять свою речь но при этом все равно это какое-то сочетание вот выбора чувства выбора делания действия и того что происходит сами слова они как-то там подбираются из общей цельности нашей вот и почему это важно вот потому что вот это виджняна последняя скандха это такой очень важный для нас получается практический инструмент для нашего для нашей практики собственно когда мы сидим и осознаем все что появляется исчезает само собой внешние объекты которые я не могу контролировать ну там скажем я сижу вот и у меня время от времени с улицы доносятся какие-то звуки и думаю что у каждого из вас тоже там вот например там я рядом с больницей живу и тут сигнализация скорой помощи сирены часто бывает вот они едут я слышу я могу это контролировать нет просто машина едет где-то она пришла и ушла у меня есть внутренние еще переживания связанные с этим у меня есть какие-то свои реакции связанные со всей моей историей отношения к этому это может быть не знаю это может быть испуг это может быть сострадание это может быть раздражение какое-то разное разное может быть какой-то конгломерат этих чувств но какая-то реакция в любом случае есть и вот то что мы делаем в практике мы стараемся просто наблюдать как появляется внешний объект приходит и уходит и как появляется внутренний объект как реакция на это внешний или внутренний объект как реакция непонятно на что вот когда мы сегодня сидим и вроде все спокойно ничто нас внешне не раздражает но тут приходит воспоминание например какой-то обиди которая произошла 10 лет назад в ситуации вам выпало в памяти из памяти откуда-то или там тревога о будущем или еще какие-то мысли и мы точно так же их наблюдаем то есть нет этого порождающего вот они как бы в нашем опыте они приходят откуда-то из какой-то неизвестности но когда они приходят вот здесь мы их можем наблюдать как они приходят и уходят и что это вообще дает и зачем мы это делаем дает это вот ту самую трансценденцию от всех вот этих сцепленностей со всеми пятью скандхами то есть если появляется объект внимания окей я его вижу но кто его видит вот видит вот это нечто большее осознающее я в этом объекте заложено мое отношение к нему контакт с этим объектом приятно нейтрально неприятно но кто это видит вот это этот эту веданую это оттенок эта тональность видит это осознающее я у меня есть склонности у меня есть предпочтения исходящие из моих привычек из моего характера из моих навыков но если я вижу эти склонности если я их замечаю я уже не внутри них я уже чуть более свободен они продолжаются у меня но я уже не только это и вот здесь я хочу еще вспомнить так называемую огненную проповедь Будды это в общем когда Будда стал сделался Буддой но вот человек ситхартха гутан он пробудился к своему пути он увидел его он увидел вот что это как мы можем работать вот с этой духой уменьшая страдания или освобождаясь от него и потом он пришел к людям вот у него были пять его друзей пять аскетов которых он покинул то есть сначала он практиковал с ними вместе такие аскетические практики голодал там ну как-то самоистязанием они занимались фактически как-то уничтожением плоти но он понял что это не путь для него и он ушел вот в свое личное уже дальнейшее путешествие когда он сам остался один под деревом и он вот определил для себя такой серединный путь что он не будет потворствовать желанием прямо активно но наслаждением каким-то но и не будет наоборот как-то у себя аскезой вот этой страшной как-то подавлять репрессировать так сказать то есть он будет искать этот серединный путь он просто будет вот сидеть и наблюдать и когда вот у него произошло это пробуждение то есть он увидел да вот это путь да вот он так устроен он пришел к этим пяти аскетам и в двух первых проповедях он собственно изложил основу своего учения вот что есть четыре благородная истина которая вот собственно была истина духе что духа существует это страдание специфическое что его причиной является вот эта схваченность условно переводя наш язык современный режимом выживания вот этим но освобождение от этого существует и восьмеричный путь который он предлагает практика состоящая из восьми пунктов из восьми таких областей жизни куда мы можем вносить осознанность мы к этому еще перейдем это путь освобождения собственно от этой духи вот четыре благородные истины и восьмеричный путь это он рассказал в первой проповеди вторая проповедь была посвящена вот этим пяти скандхам как раз он как бы разбирал как мы можем увидеть себя как вот из чего мы состоим определенную карту предложил и как бы что мы можем увидеть что там нет нас ну в смысле что мы там мы можем с этим отождествиться но это отождествление оно во многом иллюзорно в том смысле что как бы мы не контролируем это то есть он подходит к этому вопросу контролирую я что-то или не контролирую где предел моего контроля если я отождествлен например с этим ну с вот веданой что у меня есть желание приятного и уход от неприятного вопрос тогда такой контролирую ли я это и контролирую ли я действия которые исходят из этого и получаю ли я результат то есть если любое мое желание вот если я распознаю приятно у меня возникает желание выпить и всегда ли я могу добиться этого результата нет не всегда есть ограничения жизненные когда я упираюсь в них и тогда я как раз испытываю эту духу фрустрацию ну вот он например говорил что положим вы заболели вы же не хотите болеть если бы вы владели вот этой собой если бы вы были это да вот вы тот кто выбирает болеть или не болеть вы бы приказали себе не болеть и не болели бы но вы этого не можете сделать вы стареете вы не желаете стареть предположим большинство людей не желают стареть дряхлять вы могли приказать себе не хочу дряхлять стоп дряхление нет у нас на этой власти и в этом поэтому говорят что вот этого там нет того кто мог бы приказать там нет того кто мог бы этим владеть в общем это вот вторая его проповедь, я еще к ней вернусь, потому что с этим пунктом «Кто мы такие?» надо еще долго разбираться, мне кажется. С чем мы ответственны? И, наконец, вот эта третья проповедь, на которой я хочу сегодня остановиться, она называется «Огненная». Чем огненная? Что-то из контекста исходит. Вот эти пять аскетов, к которым он обращался. У некоторых из них были, ну, некоторые из них были такими огнепоклонниками, то есть они взаимодействовали с огнем. Там в Индии в то время было много таких традиций и до сих пор есть взаимодействие с огнем. Огонь к священной, такая священная субстанция, поэтому Брахмана, например, приносит жертвоприношение через углиные. И всякие егические практики с огнем. Люди, например, откладываются там, ну, разжигают костры и сидят между ними. Вот. И у них есть какой-то свой процесс взаимодействия с этим. Ну, в общем, вот эта традиция существует много уже, тысяч лет. Соответственно, в то время тоже были такие же вот огнепоклонники, которые и сейчас тоже существуют. И вот, по легенде, эти двое из этих аскетов, они были такими огнепоклонниками, причем у них были уже свои ученики. Много. Опять же, по легенде, у каждого по пятьсот человек. То есть, это такая точная цифра. И вот третья проповедь, третью свою проповедь Будда прочитал вот этим людям. Чему это важно? Потому что как бы он взял метафору огня, понятную им, понятную их языком, на их языке, в их опыте. И ну, давайте я вот сейчас выведу на экраны, ее прочитаю. Ну, значит, он пришел, обратился к этим людям. Монахи, все пылает. Что именно все пылает? Зрение пылает, форма пылает. Здесь мы вспоминаем, это рупа, да, вот это рупа. То есть, когда появляется форма, он говорит, что это пылает. Сознание, зрение пылает, зрительные соприкосновения пылают, и все, что возникает на основе зрительного соприкосновения, переживаемое, как наслаждение, боль или не наслаждение, не боль, тоже пылает. Это здесь уже о ведании. Ведано, то есть, само это определение, приятно, неприятно. Пылает в каком огне? Пылает в огне страсти, в огне отвращения, в огне заблуждения. Пылает, я говорю вам, в огне рождения, старения и смерти, в огне печали, плача, боли, горе и отчаяния. Ну, и дальше он говорит, там слух пылает, звуки пылают, и потом, я сейчас не буду все это перечислять, он просто перечисляет все пять скандх вот этих и говорит, что они все пылают огнем страсти, огнем вот этого желания, схватывания или огнем отвращения. И тут, когда мы вот это читаем, становится понятно, что такое нирвана. Слово нирвана всем знакомое. Это не группа музыкальная, а это вот слово, которое внедрил фактически Будда. Я вот просто, ну, как-то интересовался, как-то у меня возникал этот вопрос, а почему в индийской традиции другой, не буддийской, то есть то, что было до-буддизма, то, что потом параллельно с ним развивалось, до сих пор существует, как вот то, что мы называем индуизм. Там тоже ведь есть понятие освобождения от сансары. То есть сансары это общее понятие для всей индийской традиции, индийской культуры. Но, да, ну и, соответственно, и задача человека выйти из сансары, из этого сансарического сансарического обусловленности, вот этим выживательным режимом. Но большинство этих индийских традиций, они употребляют слово мокша для этого освобождения. Они не говорят про нирвану. И только в буддизме, ну, или уже потом в тех учениях, на которые буддизм повлиял, они используют слово нирван. А нирвана вообще-то переводится как затухание. Вот тут становится понятно, просто, если он обращался в начале своего пути к вот этим огнепоклонникам и говорил, что все у нас наполнено вот этой страстью, да, вот это огонь тогда. То есть, получается, что, он говорит, что, когда я смотрю на форму, у меня сразу же возникает огонь этого желания какого-то, или отвращения к ней или желания схватить или избегнуть, схватить или избегнуть. А нирвана это вот затухание, вот этот огонь затух. И тут может быть два отношения к этому, вот к этой парадигме. Вот опять снова вспомню, что это карта. Это карта, состоящая вот из двух модусов, так сказать. Вот есть нирвана, то есть сансара, то есть наша жизнь в обусловленностях, в выживательном программе. Есть как бы затухание этих программ, но продолжание существования какого-то, да, какого-то. Когда мы не хватаемся и не избегаем. И если мы рассматриваем эту карту, то у людей может появиться какое-то направление, да, и многие буддисты, многие буддистские течения или отдельно взятые буддисты, они делают своей целью, сделали своей целью нирвану саму по себе. То, то, что противоположно сансаре, вот если сансара пылает этими страстями, то, значит, нужно все это притушить, затушить, и это окончательная цель нирвана. И да, на протяжении буддистской истории люди так и делали часто, потому что действительно ну как это облегчение же хорошо, но это подразумевает, что это подразумевает определенную пассивность, это уход фактически от жизни, потому что ведь режим выживания не зрае режим выживания нам нужно жить, нам нужно что-то добиваться, нам нужно чего-то избегать, нам нужно за что-то бороться, нам нужно быть вовлеченными в жизнь, где есть вот эти все аспекты. Желание и притяжение, избегание, значит, отвращение, избегание. Мы не можем уйти от этого тотально. Даже какой-то вот этот самый аскет, ушедший в лес, он все равно в этом продолжает жить. Но вот как бы цель такая все равно появляется. И существует множество буддизмов или буддистских практиков, сделавших нирвану своей целью. И поэтому у буддизма, в общем-то, часто есть такое, ну, как бы, мнение, так сказать, людей, не буддистов или даже самих буддистов, что такое учение пассивности такое, да, какого-то ухода вообще от жизни. Фактически. Такая вот, ну, вот, все утихает, все затихает, все затихает, и человек как бы становится таким никаким. Он ничего не хочет, ничего не желает. Он, значит, нет у него никаких нежеланий, нет никакого отношения специфического к миру. Но, в общем-то, с самого начала буддистского движения этого появились люди, которые были с этим не согласны, вот, что это не может быть целью, потому что мы хотим продолжать быть вовлеченными в жизнь активно. И тогда появляются вот так называемые махаянские движения, пути, и дзен один из них, где появляются фигуры бодхисаты, которые не хочут уйти от жизни, уйти от сансары куда-то в какую-то противоположную нирвану. То есть, это не цель, нирвана не цель для пути бодхисаттвы. Путь бодхисаттвы это перестройка мира, фактически. Вот, когда бодхисаттва посвящает свою жизнь освобождению всех чувствующих существ, это именно про это, что не мне нужно уйти в нирвану какую-то вот эту, чтобы все затухло, во мне только, вы уж как-нибудь там сами давайте боритесь тут, значит, воюйте друг с другом, а я буду, значит, в нирване пребывать. Вот, путь бодхисаттва он другой. Нет, мы все тут вместе, мы целые и освобождаться будем все вместе. Но нирвана тогда становится для нас определенным качеством, качеством необходимым, но не целью. то есть, это одна из фактически практик наших становится. Такое вот, я это называю нирванение, то есть, это процесс, то есть, нирвана, это не цель, которую мы достигаем в этом пути, а это процесс, который мы используем для чего? Для того, чтобы лучше увидеть. Вот для чего. того, потому что, если я нахожусь вот в этом захваченном состоянии, вот когда он говорит про этот огонь, огонь, он же вот этот я захваченный, мне через эту стену этого огня сложно видеть реальность по-другому. Сложно видеть ее чище. потому что, ну как, огонь, огонь же обжигает, да, я схватился за чайник, я дернул руку, болит, я уже сильно обусловлен этим. То есть, вот в чем эта метафора огня. Ну и опять же, я хочу подчеркнуть, что это метафора все-таки, метафора. Просто она нам понятна из буквально физического опыта, что огонь обжигает. И мы когда мы попадаем в какие-то состояния обусловленные, вот то, что мы здесь называем захваченностью, мы чувствуем там вот это вот жжение вот этого переживания, там, будь то злость, будь то страх, будь то какая-то тревога. Или пассивное состояние, там, скука, например, да, ну как бы понятно, что она не ассоциируется с огненностью, но это то, через что мне сложно быть в контакте с реальностью, оно меня закрывает, я замыкаюсь в этом. То есть вот почему, может быть, метафора огня здесь подходит практически для любого, чувствуя состояние, где мы захвачены, даже если оно у нас не ассоциируется, ну, например, там депрессии или скука, они не ассоциируются с огненными состояниями, да, у нас скорее вот гнев там ассоциируется, ну, может быть, там какое-то раздражение, но какой здесь аспект, мне кажется, вот важен, почему эта метафора работает, вот, когда я действительно обжегся, вот я, например, сейчас суну палец в чайник, а там горячая вода, я обожгусь, я буду очень сильно обусловлен этим чувством, очень сильно обусловлен, я буду им захвачен, вот эта боль, она меня схватит, я ни о чем другом думать не смогу, ни на что другой видеть, ничего, вот у меня тут сейчас небо, если я сейчас обожгусь, обварюсь кипятком, какое там небо мне, все, у меня все мое внимание сконцентрировано на этом, я собран в этой боли своей, и вот в этом смысле, в этом смысле, на мой взгляд, он говорит, что все огонь, если мы внутри этих программ, мы ими просто обусловлены, мы ни о чем другом думать не можем, вот хочу чего-нибудь, и хочу, и вот вцепился в это, вот избегаю чего-нибудь, и вот избегаю, то есть такая вот эта ограниченность, суженность, вот какой аспект огня, как мне кажется, на какой он указывает здесь. Окей, и тогда у нас появляется понимание нирвана, что это некая практика фактически, некое и одновременно некое свойство, которое мы стараемся воплощать своей какой-то вот этой созерцательной практикой, своими методами. И вот дальше мы как раз переходим, а что мы делаем здесь, когда медитируем? Мы нирванимся. И вот не зря я в конце практики спрашиваю, задают вопрос, а вот если мы сейчас будем действовать, то какое качество действия проявится? Ведь нашим действием сильно к действию подталкивает нас какая-то мотивация, она исходит из какого-то состояния. Соответственно, если я захвачен, обусловлен желанием, страстью вот этой там сбеганием, то я, ну это меня и толкает, я с этим отрисовлен, я только это. Если я способен выйти за пределы этого, через осознание, через осознанность, и вот здесь помогает нам вот этот последний пункт виджня, да, когда то, что я говорил, что я не порождаю мыслей, но я их наблюдаю. Вот это качество виджня, это способность видеть, способность наблюдать. Я не порождаю свои тревоги, я не порождаю свои ненависти, я не порождаю свои ничего из этого, я просто вижу это. И что мы делаем в нашей практике медитации, мы этим и занимаемся. Мы садимся и мы притихаем. Да, и вот то, что мы, чему я, например, провожу вот эту настройку, вот таким образом, потому что нам нужно пройти по всем пяти скандхам фактически, да, то есть вот я помню Саша, Саша, ты здесь, но неважно, да, вот вижу, Саша здесь, как раз говорил об этом, что фактически вот в той настройке, которую я предлагаю, это мы прям проходим по ним, по этим пяти скандхам. мы садимся и мы выстраиваем форму рупа, да, мы с ней соотносимся, но когда мы выстраиваем это, что мы делаем? Мы добавляем туда сознание, да, мы смотрим, ага, вот есть такая форма, мы как бы сознанием с этой формой встречаемся, мы их совмещаем, мы называем это присутствием, я называю это присутствием, да, мы присутствуем в этой форме, и тут же мы наблюдаем, а как сама форма влияет на состояние, как это взаимовлияние, ну потому что если я так сяду, это будет одно состояние, если я раскроюсь в такую вот прямую эту позу достоинства такого, раскрытости, открытости, да, вот когда мы делаем, вот самое главное для нас, мы выстраиваем это уравновешенное, уравновешенное какого-то пирамида, да, пирамида или гора, горообразная форма такая, устойчивый низ, выросший такой вот подтянутый вверх, открытый, и мы слушаем, и собственно вот эта форма первая, мы наделяем ее вниманием, но тем самым мы и выходим и за пределы нее, мы как бы с одной стороны она нас влияет, конечно, эта форма, с другой стороны мы наблюдаем, как это влияние происходит, значит, я все-таки наблюдатель тут главный получается, сама идентичность смещается в эту сторону наблюдения, свидетельствования, но в нее включено чувство формы и общее состояние, которое эта форма диктует, дальше мы проходим когда-то по телу, вот я предлагаю все эти ощущения наблюдать, у нас же все время что-то приятное, что-то неприятное, какая-то боль возникает, мы сидим если достаточно долго, то возникает неприятное ощущение в любом случае, и вот это практика веданная уже, то есть возникает ощущение, у него есть оттенок, то есть мое внимание касается, в этом есть тональность приятное нейтральное неприятное и мы это отмечаем просто окей, окей, приятное нейтральное неприятное окей, это так, это так, это так, и опять наша идентичность смещается в сторону свидетельств это возникает, это возникает, я с этим не борюсь никак, боль, значит, боль, приятно, приятно, неприятно, неприятно, я обнимаю это все, значит, следующий у нас это санжня, как у нас возникают какие-то вот, мы можем заметить, образ какой-то возник, там, какая-нибудь история из прошлого, что-нибудь из будущего, там, и опять, если мы такие вот открытые свидетельствующие, наблюдающие, изучающие, чувствительные, знаете, вот мне нравится как практику осознанности, вот то, что мы называем по-русски практика осознанности, в английском mindfulness, а в словенском они назвали это чуечность, чуечность, то есть мы можем сказать чуить, от слова чуить, то есть мы осознаем и чуем, что с нами происходит, вот в принципе слово ведано, ведь это тоже от слова ведать, узнавать, узнавать, то есть мы ведаем, чуем, осознаем, как возникают собственно мысли, чувства, и разотрясняемся с этим, но не подавляя этого, вот это очень важно, что разотряснение не подразумевает подавление или какое-то отстранение, мы остаемся с этим, это внутри нас, мы как бы больше, мы трансцендируемся, мы превосходим это, дальше привычки, опять же, мы замечаем вот это санскары, да, привычки, мы замечаем, что вот какие-то паттерны наши, чувствования, они повторяются, они повторяются, 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 но если я это замечаю, я уже, значит, не полностью в ней, в этом смысле наш характер, ну как, наш характер, он сформирован каким-то образом, это наша индивидуальность, это хорошо, что у нас есть индивидуальность, я считаю, специфический, какой-то специфический характер. Но только ли я характер? Или я вот что-то большее, чем характер? Золучается, что, с одной стороны, да, мы продолжаем быть теми, кто мы есть, вот, со своими индивидуальными особенностями. Но, тем не менее, характер — это то, что меняется. И вот здесь мы с помощью осознанности в том числе влияем на изменение своего характера, на изменение своего поведения. И тут как раз вот этика и рождается. Как этика рождается? Рождается из того, что я выхожу за пределы каких-то своих эгоистических обусловленностей. И мы к этому подойдем дальше. Вот. Ну и последнее вот это виджня, она, собственно, когда сознание наблюдает само себя, как бы условно вот это пространство, где все это возникает. У нас есть и такая способность. Получается, что мы вот в итоге так вот трансцендируясь, расширяясь к этому, меняем потихонечку свою саму самотождественность. Вот я уже не только в этих пяти скандхах, да, они по-прежнему во мне, да, сенсорический режим во мне, потому что он необходим для выживания. Но я не только он, я еще и в нирваническом режиме тоже. И тут вот как раз махаянская позиция, она такая, что вот, может быть, вы слышали эти фразы, что сансара — это и есть нирвана, но что они тождественны. В том смысле, что как бы просто либо я только в сансаре, вопрос, либо я только в сансаре, в этом выживании, либо я больше, чем это, больше, чем выживание. Оно остается по-прежнему, но добавляется еще и нирван. Но в качестве тренировки нам необходимо бывать в этом нирваническом режиме чуть больше. Поэтому для нас важны практики созерцательные, вот эти, когда мы утешаемся, действительно, мы затихаем, мы просто слушаем и ничего не предпринимаем. Вот на 40 минут мы просто сидим и ничего не действуем, никак вот активно, ничего не делаем. Потому что, ну, собственно, эта тренировка, она и позволяет узнавать этот режим больше рудновешенности, больше ясности, когда мы меньше захвачены вот этим огнем внутренним. Когда мы просто чуть более просторны, чуть более открыты. Что это нам позволяет сделать более свободные выборы какие-то в жизни, то есть не руководствоваться только режимом выживания. Вот. И поэтому пять скантов вот этих это фактически еще и пять, ну, как я уже говорил, это то, куда мы направляем внимание, то, с чем мы работаем и то, как мы работаем. То есть, если я вижу форму, я отмечаю, вижу форму. Если я замечаю, что у меня к этой форме сразу же прикреплено определенное отношение приятное, нейтрально-неприятное, я замечаю это. Отмечаю. И ничего не делаю с этим просто. Я говорю, окей, я это замечаю. В тот момент, когда я замечаю, я уже не обусловлен на 100%, что я это заметил. Ну, и со всеми остальными скантовами точно так же. И когда мы вот сидим в практике медитации, они как бы все это в нас вложено внутри. в смысле, все пять скантов этих, все как объединено в единую практику. Мы сидим со всем, что есть, как мы есть сейчас. Поэтому, какое бы у нас состояние ни приходило, мы замечаем его и замечаем, как оно уходит. Какое бы у нас чувство, какая бы мысль. То есть, в этой практике у нас нет задачи избавиться от мыслей, чтобы вот как стоп-машина, мысли больше не приходите. Это невозможно, и это нам ни к чему в контексте нашей практики. Нам наоборот, нам нужно научиться видеть, как они приходят и как они уходят. Вот что наша, вот в чем наша задача. Нет у нас задачи такой, стать какими-то абсолютно чистыми от мыслей и состояния. Нет, у нас есть задача замечать, как мысли, состояние, чувства возникают, но как они уходят, и что мы то пространство, где они приходят, уходят. Вот это само отождествление смещается в эту сторону. Ну вот, это все, что я хотел сказать на сегодня. Уже у нас не остается времени на обратную связь, так что будем это завтра все обсуждать. Уже завтрашней встрече полностью посвятим диалогу. Соответственно, я хочу вас поспрашивать, как для вас это все в практическом именно смысле, работает или не работает, нужно ли не нужно, хорошо ли нехорошо, и так далее. Катерина написала, моя школьная учительница истории, которая не интересовалась особо событиями музыкального мира, искренне недоумевала, почему вдруг на стенах и партах начали писать нирвана. Ну да, было время. Хорошо, давайте я прочитаю, что мы написали сегодня. Иона написала «Мое тело, вся тайна жизни и ключи находятся там же». Настя, сегодня мой гонг к чайке забирают меня в свою свободу неба. Я написала «Ясный день навстречу движется моим глазам жёлтый-голубой цвета. Пар над кружкой с чаем аромат на балконе сушится бельё. День навстречу движется моим глазам». Алексей, великий и могучий наш язык, народу русскому всегда даёт подсказки. Из химии я приведу пример. Из более чем сотни элементов есть только три со словом «род» в конце и все они важны. Творение жизни мы ими дышим. Их едим и пьём в различных сочетаниях. Таблица Менделеева их номера 168. А имена известны всем, конечно, и это вода, углекислород. Лия, будут ли отклики сегодня? Я заждалась. Ну, видите, Лия сегодня уже не будет. Вот Мария отвечает, что если время останется, уже не осталось. Значит, завтра будут отклики у нас. Так, Алин написал «чёрный дрозд на белорозовой яблоне просто сидит в тишине». Зиона, спасибо всем за создание свободного пространства. Павел, спасибо всем за практику. «Хорошо». Хорошо. Значит, про вот эти пять скандх я, кажется, всё рассказал, всё, что мог и хотел. Завтра давайте обсудим всю эту неделю и теоретические темы, и как вы практически с этим тоже встречаетесь. и потом пойдём дальше. Мы пойдём там немножко в другую тему, но будем опираться на предыдущую. И у нас добавится новая практика в упрошении. Окей, можем открыть окошки, кто ещё может их открыть и хочет. Спасибо за встречу. До следующей встречи. Счастливо. Счастливо.